здравствуйте уважаемые зрители сегодня я хочу с вами поговорить о пиве хугарден это будет не обзор пива хугардена на ютюбе уже достаточно на мой взгляд обзоров и делать еще один это я не вижу смысла повторяться я хочу немного рассказать об особенностях бельгийского пива в общем их отличиях от других типов пива и частности об истории его хугарден в бельгии существует более тысячи сортов пива разливают их больше 300 пивоварен точное количество их в разных источниках разное тем более количество соли и меняется в прошлом пивоварен было намного больше но они были в основном маленькими локальными в наше время много маленький пивоварен закрылось но появилась в тоже время много крупных индустриалям кроме того в последние годы появляются крафтовой пивоварни некоторые из них микро некоторые обычно небольшие вот например там же поселки хугарден помимо большого производства пива хугарден несколько лет назад появилась небольшая локольная пивоварни new house в 2009 году пивоварни и кафе. Но продают они пиво свое не только в кафе, но и на продажу тоже делают. Бельгийская пивная культурная традиция, то есть культура производства, потребления пива, была признана ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследства человечества в 2016 году. Надо отметить, что типичные бельгийские сорта пива, такие как Блонд, Тропист, Ламбик, Герзе, они сильно отличаются от типичного немецкого или чешского пиволагер. Забавно, что при этом самое, наверное, популярное, известное за рубежом бельгийское пиво Стелла Артуа, оно как раз вовсе не является типичным бельгийским пивом. Это пиво Пилс, продукт 20 века. Я об этом как-нибудь расскажу отдельно. Традиционный размер бутылок в Бельгии 0,33 литра и много сортов пива в принципе не существует в бочках, а только в бутылках. Это связано с процессом изготовления именно бельгийских сортов пива, а многие из них это продукт двойного брожения и второе брожение происходит прямо в бутылках. Из-за этого в бутылках иногда бросуется осадок в виде хлопьев, это остатки дрожжей и это совершенно нормально. В частности, пиво Хугарден как раз такого типа, у него второе брожение происходит прямо в бутылке. Кроме того, большинство сортов бельгийского пива не разливают жестяные банки. Ну, про разные сорта бельгийского пива я планирую когда-нибудь отдельно снять ролик и рассказать об этом более подробно. В российских обзорах на ютюбе тип пива Хугарден сейчас называют бланш. Это по-французски и это написано на бутылке, то есть это, в общем-то, правильно, но дело в том, что на всех продуктах бельгий надписи на двух языках, так как стана двуязычная, и на французском и на нидерландском. Но пиво Хугарден, оно родом из Фландрии, то есть где говорят по-нидерландски, и поэтому называть его Витбир, в принципе, будет более аутентично, так сказать. В самой Бельгии пиво Хугарден является не единственным сортом белого пшеничного пива, но это, безусловно, из них самый популярный вид. Этот сорт пива был создан бельгийскими монахами в 1400-х годах. Ну, точная дата считается 1445 год, это первое письменное упоминание. Хугарден довольно легкое пиво, без горечи, его хорошо пить летом в жаркую погоду. Хугарден пиво пшеничное, но его особенностью, в отличие от других сортов белого пшеничного пива, является добавление цедры апельсинов и кориандра, и при этом уменьшенное количество хмели по сравнению с другими сортами светлого белого пива. Хотя пиво называется пшеничным, при его изготовлении используется не только пшеница, но и ячмень, традиционный для других сортов пива. Но при этом пшеница должна быть в белом пиве не менее 50%. Апельсины, которые используются в пиво Хугарден, или цедры, в которых использовалось, они в средние века были из Курасао, импортировались через Голландию. Но я подозреваю, что в наше время используются, наверное, другие апельсины, хотя точно не знаю. К началу XVIII века в одной только деревне Хугарден было 36 пивоварен, но неизвестно, все ли они делали белое пшеничное пиво по одному и тому же рецепту. Уже в XX веке, после Второй мировой войны, началась индустриализация пивоварения, и параллельно экономические проблемы, начавшиеся еще до войны, они продолжались в послевоенной экономике. В результате в 1956 году в Хугардене, в поселке Хугардене, оставалась только одна единственная пивоварня, и та была закрыта в 1957 году. Но один местный фермер, и ферма у него была молочная, он очень любил белое Хугарденское пиво и никак не мог смириться с тем, что его больше не будут делать и что оно полностью пропало. Поэтому он сделал у себя на ферме маленькую пивоварню, чтобы делать белое Хугарденское пшеничное пиво. И начал дело заново в 1965 году. При этом оригинального рецепта Хугарденского пива не сохранилось, этот фермер его воссоздавал заново, как бы зная вкус и зная основные ингредиенты. И дело у него пошло. Пиво Хугарденс стало очень популярным в Бельгии, а потом и за рубежом. В 1978 году владелец перевел пивоварню в более крупное помещение. Он купил закрытую на тот момент лимонадную фабрику в том же поселке Хугарден. К сожалению, в 1985 году пивоварня сгорела дотла. И у владельца не было достаточно средств на восстановление. И он обратился за помощью к другим пивоварам. И конкретно в результате он договорился с пивоварней Стелла Артуа в городе Лёвин, которая расположена в 25 километрах от Хугардена. Пивоварню восстановили, но через несколько лет Стелла Артуа стала частью большого пивного консорциума Интербрю. И вскоре пивоварня Хугарден тоже стала полностью принадлежать Интербрю. Фермер свою долю им продал. И поныне Хугарден это часть консорциума Интербрю. Ну, сама Интербрю там дальше уже эволюционировала тоже. Но при этом Интербрю после того, как полностью стал платить пивом, они немного отменили рецепт. Это было в частности одной из причин, почему бывший фермер от дел удалился. Он с этим был не согласен. Я не знаю, в чем точно изменен был рецепт, но, как говорится в разных источниках, это было для более массового рынка, для более массового вкуса. То есть, я не знаю, может послаще или полегче сделали. Бывший хозяин пивоварни, тот, который бывший фермер, он переехал в США, в Техас. И там он основал новую пивоварню, чтобы делать пиво по своему оригинальному бельгийскому рецепту. Но позже она была продана, и к настоящему времени она не сохранилась. Возвращаемся в Хугарден. В 2005 году фирма Интербрю пыталась закрыть пивоварню именно в самом Хугардене с целью укропнения и оптимизации производства. Но это вызвало у бельгийцев очень большие протесты в самом Хугардене. Это как и местная традиция, и крупный работодатель, и в том месте, куда справлять переводить, тоже были несогласия. В итоге результат пивоварни остался на месте и даже была несколько обновлена. Сейчас пиво Хугарден разливается в разных странах, но вкус его при этом отличается. Даже если рецепт и технология полностью соблюдаются, у меня лично в этом есть некоторые сомнения, то все равно играет роль то, что разные ингредиенты, разная вода, разный хмель, разная пищеница, разный ячмень и разная вода. Поэтому вкус пива, разлитого в разных странах, он похож, но он отличается, если прям сравнить одно рядом с другим. И в частности, кстати, в обзорах русскоязычных на YouTube было сравнение российского пива и бельгийского. И обозреватель заметил существенную разницу. На сегодняшний день пивоварния Хугарден, она делает и другие сорта пива, помимо Хугарден вид пир. Они все были разработаны уже после того, как владельцем стала компания Интербью. То есть они были разработаны уже в 80-х, 90-х годах 20-го века и в начале 21-го. Но, как бы назову только несколько из этих сортов, Хугарден Гран Крю – это вообще другой тип пива. Специалисты относят его к типу Пейл Эйл или дословно переводится как Бредный Эль. Оно содержит 8,5% алкоголя, то есть это весьма крепко для пива. Вообще термин Гран Крю используется для напитков особо высокого качества. То есть в данном случае вроде бы как имеется в виду, что Хугарден Гран Крю – это лучшая версия пива Хугардена. Но с этим сложно согласиться, потому что это фактически другой сорт пива и сравнивает другой тип пива. И сравнивать их напрямую, в общем-то, невозможно. Хотя Хугарден Гран Крю – оно тоже пшеничное и вкус, в общем-то, напоминает, но это другой, все равно другой тип пива. Поэтому, как сравнивают, белое вино и красное вино. Они оба из виноградного сока делаются, но их напрямую сравнивать невозможно. Так, это вот обычный Хугарден, светлый. И теперь к нему рядышком поставим Гран Крю. Цвет Хугарден Гран Крю. Хугарден вообще такой эдаким Гэ по-фламандски, по-ниндерландски. Что здесь такой янтарный цвет, у Хугардена вид, ну, пшеничный такой светлый соломенный цвет. И на вкус... Ну, надо сказать, что Гран Крю и сам вкус, в общем-то, похожий, но это пиво значительно более плотное. Оно как бы тяжелее пьется, если это пьется как Хугарден, светлое пьется как лимонад, в жару просто очень хорошо, то это существенно такое вот, оно как ощущение, что более густое, более сытное такое пиво, его в жару. Ну, можно, наверное, но, в принципе, его можно и зимой пить. И не зря это пиво Гран Крю относится вообще к другому типу, к типу Pale Ale. Хугарден Списали – это зимнее, так называемое, пиво, типично такой пример для Бельгии. Довольно многие сорта пива выпускаются, и существуют именно зимние сорта, которые как бы к Рождеству выпускаются, ну, реально и в продаже с сентября по январь. Это более плотное пиво с насыщенным вкусом и более крепкое, чем обычные сорта. Хугарден Списали содержит 5,7% алкоголя против 4,9% у белого Хугардена. И оно заметно более горькое, чем белое, то есть в нем больше хмеля. Еще хочу сделать пару замечаний насчет русскоязычных обзоров пива Хугарден. В Бельгии лимон с пивом Хугарден иногда подают, но далеко не всегда, и обычно внутрь пива его не кладут и не выжимают. У бельгийского пива крышки не откручиваются. Вообще ни у каких напитков в Бельгии крышки, у бутылочных напитков крышки не откручиваются. И бутылка с таким пузатым горошком – это не бельгийская бутылка. Бельгийские бутылки, как в начале видео видели, они всегда с прямым горлышком. То, что вы видите, когда горошка такой немножко пузатенькая, это сразу понятно, что пиво сделано, пиво Хугарден сделано не в Бельгии. Ну и внизу под видео, в описании, вы можете увидеть пару ссылок, более подробную информацию о пиве и о ЮНЕСКО. Спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно. Всего доброго, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok